А пока к событиям в Украине. Маски-шоу на одесском нефтеперерабатывающем. Это один из карманов семьи Януковича Курченко и лакомый кусок для другого олигарха Коломойского. В многочисленных телефонных разговорах между ним и Курченко, которые есть в интернете, неоднократно обсуждается именно этот завод и 50 миллионов долларов, которые на самом деле принадлежат государству. Подробнее расскажет Андрей Анастасов. Возле проходной люди в балаклавах ничего не объясняют. В руководстве НПЗ рассказывают, сегодня сюда прибыла следователь МВД. С ней еще сотни человек и вооруженная поддержка. Предъявили решение суда взять пробы нефтепродуктов, арестованных по делу Курченко. В администрации попросили поименный список прибывших, как того требует закон. После нашего требования, просьбы, тут же начался захват предприятия. То есть под видом того, что отбора проб, сейчас зашли люди в масках. Журналистов на предприятие не пускают. На заводе опасаются, после таких проб на НПЗ могут быть обнаружены хищения. И потом нефтепродукты по решению суда, опять же, вооруженные люди вывезут в неизвестном направлении. Люди Коломойского, точнее не его люди, а люди, которые работают в его структурах, по-моему, осуществляют здесь основное руководство. Пришел ко мне представитель его фирм, уговаривал меня не сопротивляться. Я знаю, что он работает в структуре, которая принадлежит, входит в систему групп приватных. В двух микроавтобусах ситуацию контролируют бойцы в камуфляже. Рядом группа в гражданском. Они тоже приехали со следователем. Но нам говорят просто сторонние наблюдатели. Ребята, мы так же, как и вы, пытаемся это узнать. Но вы сюда приехали же специально, да, если пытаетесь что-то? Нет, случайно. А мы будем в центре этих слухов, вы представляете? Я понял. Это просто вы. Позже журналистов люди в масках перестали пускать даже на прилегающую территорию завода. А вокруг предприятия весь день кто-то усиленно глушит мобильную связь, как глушат наши подробности. О-о-о-о! Вылезь вниз, вылезь вниз. Ну, куда она получилась? Оппозиционеры уверены, если бы правительство приняло меры, этого рейдерства не произошло бы. О том, что случится рейдерский захват отец своего непрорабатывающего завода, предупреждали и правоохранительные органы, предупреждали и работники завода, предупреждала общественность. Адмистров ничего не сделал для того, чтобы сохранить огромное количество государственных действий. Не превратить ее в объект борьбы олигархов, а сохранить ее для государства. Виноват однозначно Кабинет Книстра, который вместо того, чтобы заниматься экономикой, занимается выборами. Это правительство достойно того, чтобы не сидеть в парламенте, как оно хочет вместо того, чтобы заниматься экономикой, а сидеть на скамерах. Это однозначно мнение жителей Одесского региона, всего, всей Одесской области, в первую очередь, работников Одесского нефтеррабатывающего завода. Ближе к вечеру в областной прокуратуре прокомментировали, процедура отбора проб проходит в соответствии с законодательством. Но уже очевидно, заинтересованность в этом есть не только у правоохранительных органов, но и у третьих лиц, о которых хорошо знают и в правительстве, и в МВД. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Продолжение следует.